Для Сергея Новосилова строительство дело семейное. Отец Зочи, бабушка, заслуженный строитель России. Поэтому, когда перед ним встал выбор профессии, долго не раздумывал. Я пошел по их стопам, поступил в военно-инженерное строительное училище. В свое время достаточно послужил, поработал на строительных объектах, непосредственно Минобороны. После увольнения ушел именно в гражданское строительство. Чтобы добиться успеха в этом деле, нужно быть человеком творческим, считает Новосилов. Строитель, ну, в мое мнение, человек немного творческой, так скажем, творческой профессии. Ну, это как сродни скульптору, то есть сделать из камня, бетона, металла, изначально некрасивого, сделать что-то прекрасное, чтобы нравилось людям. Это многоэтажка по улице Вишневой, всходне самый масштабный долгострой микрорайона. Строительство началось еще 12 лет назад по схеме долевого финансирования. В 2008 году компания-застройщик обанкротилась. Дольщики остались ни с чем. Дом при этом не законсервировали. В итоге подвал затопили грунтовые воды. Несколько лет они разрушали основание здания. Пока на помощь не пришла компания Сергея Новосилова. Администрация была подобрана нам инвестор-подрядчик, который на протяжении уже полутора лет сохраняет наш дом, помогает его сохранить, чтобы он не ушел в аварийный. То есть они откачали воду, они греют подвал зимой, соответственно. И данная компания будет осуществлять достройку нашего дома. Когда Сергей впервые увидел эту недостройку, засомневался, стоит ли за нее браться. Так много накопилось проблем. Конкурса никакого не было, конкуренты разбежались сами. Но настоящий строитель работы не боится. Вот еще один проблемный объект – школа на 500 детей. В связи с банкротством предыдущей генподрядной организации строительство было не закончено. Объект, опять же, не был законсервирован. Простоял практически три года. Совместно с администрацией города, с группой застройщиков было принято решение в 2015 году возобновить строительство. Сейчас нужно заватать крышу и вставить окна, чтобы подготовить здание к зиме. Таких объектов в Подмосковье очень много, говорит Сергей. А вот сам он построил в сходне четыре малоэтажных дома. Главное, чтобы людям было тепло и уютно. Над этим он сейчас и работает. Строит светлое будущее. Заселение жителей в многоэтажку по улице Вишневой планируется уже в следующем году. Алексей Житких, Олег Мелехов, Служба новостей.